Мир прощается с Диего Марадоной. В Москве на здании аргентинского посольства приспущен национальный флаг. С утра к зданию Ди-представительства несут цветы и записки. В них слова благодарности легендарному игроку. Спортсмен, тренер сборной и просто бог футбола, так его прозвали болельщики, скончался накануне в возрасте 60 лет. На его родине в Аргентине объявлен трехдневный траур. Церемония прощания начнется с минуты на минуту в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Ночью в памяти Марадонии гремели главные стадионы страны. Кирилл Парменов подробнее. Многотысячные толпы болельщиков взрываются по бедным Оле. Над трибунами в Буэнос-Айресе салют и фейерверки. Но на поле нет никого, только изображение человека, проводить которого этой ночью вышла на улице, кажется, вся Аргентина. К пяти стадионам страны, где играл Диего Марадона, несут свечи, цветы, футболки с именем национального героя. Для своих соотечественников он стал им в 86-м, когда на чемпионате мира забил гол столетия в ворота английской сборной. 581 матч в карьере и 293 забитых мяча в звании лучшего игрока мира. Его победы, улыбка, озорство, многолетние усилия по развитию детского и юношеского футбола сделали Марадону кумиром миллионов. Аргентинцам он подарил возможность гордиться своим футболом, всему миру, удовольствие наблюдать за красивейшей, виртуозной игрой. Слова соболезнования выражают мировые лидеры, папы римские, знаменитые коллеги Марадоны, каждый из которых и сам легенда. Он был уникальным, невероятным игроком, ему все хотели подражать. Мы выражаем соболезнования его семье, пусть он покоится с миром. Грустные и радостные песни в честь Диего Марадоны поют на улицах Барселоны, Севильи и Неаполя, где аргентинец играл и побеждал в 80-е и 90-е годы. С него начался поворотный момент в истории клуба «Наполи». До него мы никогда ничего не выигрывали и начали побеждать только благодаря ему. И когда он ушел от нас, мы остались ему благодарны. Наша любовь к нему безмерна. Проезд траурного кортежа от морга до похоронного бюро транслируют в прямом эфире. По пути следования живая цепь из благодарных болельщиков. Тысячи собрались у президентского дворца в Буанас-Айресе. Церемония прощания с адвалистом начнется в полдень по Москве, но многие люди провели здесь всю ночь. Нам очень грустно, поэтому мы решили прийти сюда, чтобы лично отдать ему дань уважения. Ожидается, что проститься с национальной легендой придет не менее миллиона человек. Это только тех, кто успеет. Двери Каса Росада будут открыты только 10 часов. В Аргентине объявлен трехдневный траур. С минуты молчания по футболисту номер один начинают свои матчи все команды Лиги чемпионов.